Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые транспорты и недвижимость? Тогда загляните в группу Кфасмиллеру. Это надежная группа с недорогой и быстрой прокачкой. И доступна она на всех актуальных платформах. На ПК, PS4 и PS5, Xbox One и Serie X и S. А больше вы узнаете по ссылке в описании. И снова здорово, с вами Маркус. В этом ролике мы с вами пройдем испытания на время и испытания на время на RC. Также поговорим о бонусных выплатах и ивентах, которые у нас запустили на этой неделе. А перед просмотром не забудьте подписаться на мой канал. Я каждую неделю выкладываю ролики о новоскидках и бонусах в игре. Также о новостях в мире GTA Online и еще множество интересного контента. Так что, добавляйте братишка, не хватает именно тебя. Ну и начнем мы с бонусных выплат на этой неделе. И первый у нас идет это тройные выплаты за задание казино от Агаты Бейкер в свободном режиме. И для этого всего вам как минимум надо купить целый пинхаус в казино. Задания простые, выполняются быстро. Можно, конечно, ради интереса покатать. Да и в принципе они уже недавно были. Такие выплаты, если оправдан были двойные, сейчас вот тройные целые. Будете получать наличку в тройном размере, ну и также какое-то количество фишек. Далее, двойные выплаты денег опыта за гонки на болидах. Вообще, они прям тотально отличаются от обычных уличных гонок или даже каскадерских. Если вы вдруг не катали в гонки на болидах, то ради интереса завалитесь на данное развлечение. Потому что сейчас имеются двойные выплаты и хоть кто-то там явно будет тусить. Во-первых, сами по себе механики интересные, которые Rockstar добавили специально для этих болидов. Но, конечно, с учетом того, что это гонки Rockstar, мясо не избежать. Так что тут можно подзаработать, но опять же надо прийти на лидирующих позициях. Идем далее. Двойные выплаты денег опыта за задание от Джеральда на покой. Задания максимально простые. Моментами, конечно, геморрные. Бывает такая фигня, если особенно проходить на сложном режиме и одному. Но, опять же, толком интересно. Нет никакого их проходить. Я их лично прошел один раз, когда вот они только вышли и больше туда вообще не возвращался. Скорее всего, большая часть народа так и сделала. Ну и самая лучшая бонусная выплата на этой неделе, опять же, на мой взгляд, это двойные выплаты денег опыта за разборку в овертайме. В принципе, это противоборство. Большее количество раундов, большее количество игроков и большее количество очков обеспечит вам стабильный и высокий заработок. Но, опять же, в идеале, конечно, при этом всем еще и выигрывать. Ну что ж, это у нас были все бонусные выплаты. Также не забывайте, что на этой неделе в казино увеличили шанс выпадения алмазов. Сейчас он равен примерно 18%. Честно говоря, выбивать алмазы это просто бессмысленное времяпрепровождение. Во-первых, чтобы их собрать, надо как минимум троих человек. Опять же, если вы прям не дикий задрот. Если вы там сутками пропадаете в ограблении казино, да, возможно, вы сможете вынести это и вдвоем. Но лично по своему опыту скажу, что троих человек будет достаточно, чтобы реально полностью все вынести. На это надо найти, как минимум, этого третьего человека, который тоже с вами будет катать. И, соответственно, тоже ему часть доли отстегнуть. Далее, есть картины, которые выпадают гораздо-гораздо чаще, чем то же самое золото и тем более уже алмазы. И, соответственно, их гораздо проще выносить. И, в принципе, прибыль от них довольно-таки большая. Так что я считаю, вот это все развлечение с алмазами того не стоит. Но, опять же, не забывайте про них. Они у нас будут висеть до 18-го числа. Ну, а мы с вами переходим к ивентам. Рокстары у нас тут расщедрились. Можно заработать полмиллиона баксов. Но, сразу скажу, для этого вам понадобится Пентхаус Казино. Первые два ивента будут связаны с заданием из казино. То есть, не от Агаты Бейкер, а просто вот задание, которое у вас появляется после того, как вы покупаете Пентхаус в казино. Это надо пройти. Задание уборка. Вы получите 100 тысяч баксов. И задание расплата. Вы получите 200 тысяч баксов. Опять же, тут Рокстары не уточняют, что надо при этом еще прикупить Пентхаус Казино на этой неделе. Просто пройти вот эти два задания. И вы получите, в общем, 300 тысяч баксов. А если вы завершите одно из неофициальных заданий от Агаты Бейкер, то вы получите 200 тысяч баксов. Опять же, неофициальное задание, скорее всего, это именно задание из свободной сессии. Если у вас есть пентхаус казино, находите ее номер, мисс Бейкер у вас будет записан в телефоне, звоните и выполните задание, и 200 тысяч в течение 72 часов придет вам на счет. Вот какие-то такие поллимона на этой неделе вы сможете спокойненько заработать. И это у нас были все ивенты, переходим с вами к испытаниям на время. На этот раз у нас довольно-таки легкая трасса. Честно говорю, я проходил на ИСи Классик, я проходил на внедорожнике Камачо, и, соответственно, на Бате 801 я тоже проходил. Самое главное, проблема в начале, это просто не слететь с мотоцикла. Ну, а дальше мы будем гнать чисто по дороге, и берите вообще любой транспорт, честно скажу. Можете даже чисто по GPS-нику поехать, вы в любом случае успеете пройти это испытание. Времени здесь предостаточно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и вот мы пошли испытания на время на Бате 801. Переходим с вами к испытанию на время RC. Cypress Flats. Тоже, в принципе, довольно-таки простое испытание на RC. Конечно, да, бывает ситуация, когда цепляешься за уголок, и RC разворачивает, и ты теряешь время, соответственно, не успеваешь просто пройти испытания. Но для данного испытания на время самое главное просто не накосячить. Времени здесь предостаточно, можно не торопиться, то есть спокойно все обещать, и вы спокойненько получите свои 100 тысяч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и вот мы прошли испытания на время, испытания на время на РС, за которые мы получили по 100 тысяч баксов. Поговорили о бонусных выплатах и ивентах, которые Рокстар для нас запустили на этой неделе. А у меня на этом все. Если ты досмотрел данный ролик до конца, тебе понравился, ты узнал что-то новое, то обязательно подпишись на мой канал, не забудь проставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а я с вами прощаюсь и удаляюсь. Субтитры сделал DimaTorzok